Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем привет. Бонжур, хелло. Доброе утро. Надеюсь, что меня видно, слышно. Все еще не разошлись. Куда там все могли разойтись? Вот Максим Перенчук. Здесь. Надеюсь, что я зашел в правильную комнату. Правильно? Шалом. И мы продолжаем изучать продолжаем изучать Тору. Я сегодня провожу из синагоги Равина Вышецкого урок. Это Равин Вышецкий. Это Рав Пинкас Вышецкий. Он был Равином Донецка. А потом в Донецке, когда были все эти события, они переехали в Тиеву. Уже 6 лет прошло с тех пор. И в Тиеве сделали прекрасную общину, когда я хожу молиться по шабатам. И куда я хожу молиться не только по шабатам. В общем, очень хорошая община здесь есть. Кто не знал, приходите. Тут очень хорошее место. И, значит, сегодня я до дома не успел дойти, поэтому урок будет отсюда. Урок будет отсюда. Из общины Равина Пинкаса-Вашецкого. Все. Двигаемся дальше. Значит, мы дошли уже до девятой главы. Девятая глава. В восьмой главе мы говорили... Ривка, шалом! Значит, наш Донецк. Да. Значит, мы в восьмой главе говорили о том, что вот Бог с помощью Торы создавал мир, построил он мир. Все. И теперь дальше начинается девятая глава. Первый отрывок. Начинается с того, что сказал нам царь Соломон в книге-притче. Хахмод Банта-Бейта. Мудростью, мудростями, во множественном числе, Хахмод Банта-Бейта, Хацва Амудея Шива. Установила его... Хацва, это как бы вытесала, установила на семи столбах. Значит, что значит божественная мудрость построила себе дом, построила дом и вытесила семь столбов его? Как это понять? И вот на первый взгляд, вот просто вот читаешь, непонятно. А вот, например, если вдуматься, и если почитать комментарии, то есть если вдуматься, то тоже непонятно. Я тоже вдумывался, мне не было понятно. Но когда я почитал комментарии Малбима, оказалось, что вот эти вот семь столбов, которые были вытесаны божественной мудростью, чтобы построить дом, это семь дней творения. Вот такая вот простая разгадка этой загадки. Оказывается, божественная мудрость, это был план, как божественный план, идея. Она разворачивалась, вначале был первый столб. Это день один. Вае-эры, вае-ботер, йо-мыхат. Был тогда всего лишь один день. В этот день было сотворено, как бы, первичный материал, энергия, время, материя. Это очень интересно, что есть книга такая, вначале она называется, профессор ее написал, Натан Авезер. Эта книга, вначале мы ее добавляли, так как многие новые люди к нам добавляются, то можно, чтобы попросить Влада Косова и Якова Шатайдина, чтобы еще раз мы ссылочку на нее добавили. Я считаю, что даже в каждый урок можно добавлять ссылочку в начале. Это очень книга, которая полностью снимает противоречия между наукой и Торой. Потому что Натан Авезер, это профессор, там, чуть ли не нобелевский лауреат, мировая величина физики в астроф, физики какой-то, в таких вещах, которые я даже названия не выговорю. И он говорит, посмотрите, все, что современная наука знает про мироздание, оно вписывается идеально, вот как было первое, Берешит, начало Торы, прямо все вписывается, все открытия. И, значит, было 7 дней творения, человек был создан на 6-й день. Интересно, что, если взять, ну, одной фразой, как он снимает противоречия между тем, что сейчас миру 5780 год, а, значит, 5000, там, ну, почти 6000 лет миру, да? А ученые говорят, что миру 13 миллиардов лет. Он говорит, вообще не вопрос, просто, когда написано, был вечер и было утро, Йом и Хат, день один, так не было ни солнца, ни звезд еще, они только в четвертый день были сотворены, прямо написано. То есть, была только заготовка под вселенную, и написано Ааретс, земля и все, что материально, было Тоу-Ва-Воу, было как хаос, хаос такой был. То есть, была просто первая материя, первая энергия. Он говорит, когда мы говорим Йом и Хат, написано один день, да, один день, но не было еще дня, то есть, как можно говорить о дне, когда еще даже не было звезд, и солнца, и вселенная, было только просто это большой взрыв. Он говорит, этот первый день, то, что написано день, это как отрывок, это человеческим языком говорится день. Тора уже это как человеческим языком говорится. Так день, это первый отрывок. Он длился 5 миллиардов лет, пока вот это вот разлетался, этот большой взрыв разлетался хаотично. Потом был второй день, когда все это, все это было во второй день, оно уже начало формироваться, там, в более какие-то твердые структуры, и так далее, он длился 3 миллиарда лет. Потом третий день, который написано был третий день, когда уже там воды, твердыня и так далее, он длился 2 миллиарда лет. Потом, когда уже появился человек, и когда Бог начал с человеком разговаривать, именно вот момент, когда Бог начал разговаривать с человеком, это уже было, когда человек смог произнести слово день, и слово шаббат, и посчитать и так далее, вот с того момента, как человек начал общаться с Богом, прошло меньше, чем 6 тысяч лет. Когда человек, именно в него вошел вот этот божественный дух и появился, так он сводит эту всю историю, опираясь не на свое мнение, а на мнение великих мудрецов, которых он приводит, и значит все, вот так вот он сводит. В общем, здесь написано так, что божественная мудрость 7 дней, 7 дней на 7 столбах, это 7 дней творения, все как бы вырабатывалось, да. Седьмой день это был шаббат, шаббат это была остановка от сотворения Богом мира, то есть Бог сотворил мироздание, запустил всю эту систему. Потом появился человек, и он сказал Бог человеку, на осе это Адам, вместе сделаем человека, вдохнул в него дух жизни, вошел в него, и дальше начал мир сотворять человек. Дальше Бог провел перед ним всех животных, и он давал им название, и они, значит, принимали ту форму, которая, которая, эта форма, которую они сегодня, не которую они сегодня, как бы, тут интересная вещь. Человек первый начал, в нем была такая сила творения, божественная сила творения, то есть Бог в него вошел, и он сотворял вот так вот все в то время мироздания. И он же, когда он, вот этот вот, он не выполнил задание Бога, чтобы от дерева познание добра и зла не трогать, а он все-таки взял от этого дерева, то он опустился на другую систему, отдалился от Бога. Но сила творения у него осталась прежняя, и он продолжал человек сотворять мир, он его потомки, и они творили до потопа, написано, извратила вся плоть свой путь на земле. Что это значит? Вот эти все птеродактили, динозавры, на что это похоже? Как сидит ребенок и рисует в комиксы. Вот были люди, у которых была сила творения, и они, значит, бах, а ну давай сейчас мы скрестим там слона с орлом, что получится, полетела такая штука. И они как раз извратила вся плоть свой путь на земле, это было как раз человек, имея вот этот вот доступ невероятный к сотворению мира с Богом, он начал этот мир раскачивать, и Бог вынужден был сделать потоп, стер как бы, да, стер весь софт, все программное обеспечение стер, и остался только праведник. Кто такой праведник? Праведник это тот, кто выполняет только волю Всевышнего. Был Ноах, это был единственный праведник на том поколении, и от Ноаха, значит, пошло новое человечество, которое тут же опять пошло против Бога, и опять Бог снизил уровень силы сотворения и влияния на мир, он снизил. Это была Вавилонская башня, когда он у людей смешал языки, и они начали друг с другом враждовать, потому что когда люди объединяют свои потенциалы, это самая огромная сила, которая есть. Если 2% любого общества объединяют свои потенциалы, и в одну сторону начинают двигать общество, они могут, там, в Германии, они делают нацистскую Германию, 2% всего активных, объединенных людей одной идеей могут качнуть все общество в любую сторону. Значит, такая сила есть в человеке, но люди, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, к счастью, не могут договориться друг с другом. Почему с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, к счастью? Потому что, если бы люди, они договаривались о хорошем, то они могли бы мир привести уже к исправлению. Но люди чаще всего в личной своей борьбе за божественное, они проигрывают злому началу, и если бы они объединились, то, скорее всего, они мир вели бы не туда. Вот такая вот история, поэтому, к счастью, что люди не могут объединиться. Интересно, что, если мы говорим, почему был разрушен второй храм, он был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу, то есть за вот эту вот вражду. Люди не могут объединяться, к сожалению. Хорошо, возвращаемся к Мишле. Значит, божественная мудрость построила себе дом, вытесала семь столпов. Так получилось, что было шесть дней творения, седьмой день шаббат, и что было дальше? Дальше, что еще делает божественная мудрость? Вот уже есть человек, да? Каждый из нас человек, значит, вот есть человек. Человеку нужно что? Человеку нужно для тела в день нужно от литра до двух литров жидкости воды и килограмм еды. Полкилограмма, тоже нормально, я думаю. И вот от полукилограмма до килограмма, это то, что реальная потребность человека в пище, то, что ему достаточно для выживания. Но человек же это не просто тело, да? Человек это, в первую очередь, когда мы говорим «я человек», человек имеет в виду свою интеллектуальную составляющую, свои желания, свои знания, свои убеждения, свои цели, свои правила, свои какие-то жизненные идеи и так далее. Теперь, вот здесь во втором отрывке говорится именно об этом. Значит, божественная мудрость, тавха, тивха, мазха, ина. Она вначале заклала свою жертву, то есть тавха это как, когда едят животных, их специальным способом режут. Специально сразу перерезают, очень острым ножом ему перерезают горло, чтобы у него сразу же оно как бы засыпает, даже не чувствуют, как его режут. Режут. Значит, растворила вино, вино зачем люди пьют? Значит, сейчас мы разберемся. И накрыла свой стол. Значит, человек, когда попадает в жизнь, в мир, ему с детства дают установки, как этот мир работает. Причем я недавно узнал удивительную такую информацию психологическую, да? Что если ребенка до 10 лет не научить говорить, он уже никогда не научится. То есть у него речевые центры развиваются под влиянием внешних факторов. То есть его надо учить говорить, ему надо объяснять. Это то, это то. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И надо ребенку объяснить все. Не объяснишь до 10 лет, разговаривать не будет вообще. И вот каждому ребенку до 10 лет объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что неправильно, к чему надо стремиться. Вот примеры, вот этот вот так надо жить, а вот так не надо жить. Вот этот молодец, этот не молодец. Так делай, так не делай. То есть каждого человека вводят в мир какой-то идеологии, в котором он должен потом жить. Теперь, если мы посмотрим вариации идеологии, в которых живут люди, то их в принципе немного. Современное общество называется общество потребления. То есть главная идеология современного общества, максимум потребления, максимум удовольствия и, значит, кайфуй, живи и кайфуй. Это современная идеология. Идеология коммунистическая была какая? От каждого по возможностям, каждому по потребностям, землю рабочим, нет, это самое, землю крестьянам, заводы рабочим, значит, все. То есть была какая-то своя идеология коммунистическая, значит, до этого были идеологии феодальные или там кастовая идеология в Индии, то есть в каждом обществе есть некая своя идеология, в которой человеку с детства объясняют, твое место в мире вот такое, стремиться надо к этому, этого надо избегать. Все, живут люди в этих идеологиях, как живут? Живут плохо. Если мы посмотрим, как живет весь мир, мир живет плохо. Любого человека возьми, у него проблемы, сложности, страх смерти, он там, даже самые умные люди, у них паника, тревога, конфликты, конфликты с близкими, конфликты между странами, конфликты, внутренние конфликты, травмы. В общем, посмотришь, как говорил один психолог, известный дештальтерапевт, его звали, основатель дештальтерапии, Фридс Перлс его звали. Был такой основатель дештальтерапии, один из умнейших людей, считается в мире, потому что он был основатель движения в психологии. Так он говорил так, он говорил, нормальных нет, есть необследованные, недообследованные. И второе, что он книжку, когда написал свою автобиографию, знаете, как называется автобиография? Одного из крупнейших психологов современности, основателя движения психологического. Называется его автобиография так. Внутри и вовне помойного ведра. Вот и все. Он четко выразил вот именно идеологию человека обычного. Его, он как ведро, в которое сливают все то, что хотят слить, а он потом это выливает из себя, рассказывая другим то, что в него влили, переиначивая это каким-то образом. Теперь, что нам дает Тора? Тора, она нам дает все. Она дает пищу для тела. То есть ты знаешь, что можно есть, что нельзя есть, когда есть, когда не есть. И человек, который живет по Торе, как мы говорим, в конце каждой еды поел с хлебом. И в конце такой есть отрывок из псалмов Давида, что Кефирим, Рашува, Раеву, Львята даже, они голодают иногда. Ведаршей, Ашем, Лой, Хасру, Культов. А те, кто ищут пути к Богу, у них не будет недостатка ни в чем. Значит, Тора дает тебе в первую очередь, ну не в первую очередь, то есть ты можешь быть спокоен, что еда будет. Второе. Масха-яйна. Яйн, он что делает вино? Вино веселит сердце. То есть когда человек выпивает, ему весело. Так Тора, она дает тебе веселье. То есть идеология Тора, она тебе дает веселье какое? Ты знаешь, что этот мир, это темная комната, а ты движешься в светлую комнату. То есть этот мир коридор, а движешься ты куда? Во дворец. Отлично, весело. Все, что происходит, все к лучшему. Бог, значит, он все делает для тебя, прям конкретно, весь мир для тебя. Ты идешь к Богу, Бог делает для тебя, все очень весело. Как весело? Верующий человек знает, что весело, потому что он понимает, что Бог его любит. Ему поэтому весело. Есть известная очень книга, Равшалом Аруш, книга называется у него «Сад веры» и вторая «Сад благодарности». Он рассказывает свою историю. У него были очень тяжелая жизнь, огромные долги, нечего кушать. Жена пилит вообще, просто уничтожает. А он, значит, как раз он думает, вот он в то время свою систему эту и открыл. Значит, я верю, что Бог всем управляет. Я верю, что Бог мне хочет только добра. Верю, потому что если бы он хотел зла, он бы меня уничтожил. Значит, он меня любит, он мне хочет добра. Я только не понимаю, где здесь добро. Единственное, у него был вопрос. То есть, я верю, что Бог хочет добра мне, он меня любит. Только вот в этой ужасной моей жизненной ситуации, когда нет денег, нечего кушать, жена пилит, я не понимаю, где добро. Но «Сад благодарности», он говорит, надо Бога благодарить. И вот ты его благодари и просто проси, чтобы он тебе намекнул, где здесь добро. И он, значит, ходил, ну ему работы нет, денег нет, все. И он ходил, уходил в лес, чтобы его эти кредиторы не трогали. И он, значит, в лесу благодарил Бога. «Класс, спасибо тебе за то, что ты мне дал такую жизнь, только я не понимаю, что делать, но типа все равно спасибо». И он по часу-два сидел на природе, благодарил Бога, возвращался. А его кредиторы, которым он деньги должен был, они ему говорят, «Слушай, мы не понимаем, что ты такой веселый? Ты нам должен, денег у тебя нету, кушать нечего, болеешь». Он еще больной был полностью. Жена тебя пилит, а ты ходишь, сияешь, и у нас и деньги есть. И все вроде нормально, а счастья нету. А ты такой счастливый, а ну разъясни нам, что ты куришь. Он говорит, я ничего не курю, я просто верю в Бога всем сердцем и благодарю Бога всем сердцем. Они говорят, а ну нас научи. И он начал их учить. Начал он их учить, они ему простили все долги. Он написал книгу «Сад веры, сад благодарности». По всему миру на 30 языках изданы эти книги, супер бестселлер. Люди хотят быть счастливыми и веселыми, просто не знают как. А он им разъяснил, Равшалом Аруш, вот я с ним встречался. Действительно, сидит веселый, радостный, кайфует вообще. Просто вот человек в кайфе. Все, сад веры, сад благодарности. Значит, это то, что здесь зашифровано во втором отрывке, что Тора, она не просто это сотворение мира. Она еще дает человеку в этом мире питание физическое. Это заклало свою жертву. Растворило вино, дает ему радость. В арха Аф также арха Шулхана. И также она накрыла его стол. Что значит накрыла Тора его стол? У каждого из нас жизнь, она как бы, особенно в современном мире, тебя тянет в разные стороны. Переизбыток информации, у тебя миллион возможностей, ты миллион возможностей выбора, ты не знаешь, чем заняться. То есть у человека настолько жизнь разбалансированная, что вот здесь то, что дает Тора, сбалансироваться, накрыть стол. Все должно быть понятно. То есть у тебя должно быть все понятно. Утром встал, сказал благословение, помолился, одел твилин, урок Торы, покушал, сказал благословение, поработал, поучился. То есть никаких перекосов вообще нет. Все должно быть гармонично, четко, понятно. Перед шаббатом жене цветы подарил, подарил. Жена на тебя. Мне вчера очень понравился шаббат. Я читал, один мужчина пишет Любавичскому Рэбе письмо. И он пишет, меня очень волнуют мои разногласия с женой. И у нас разные мнения. И она со мной спорит. И меня эта обстановка в доме, она очень меня расстраивает. А Рэбе ему отвечает, я вижу, что вы расстраиваете, что у вас разногласия с женой. Говорит, но меня очень удивляет, почему вы удивляетесь, что у вас разногласия. Он говорит, вы что, ждете, что у вас будет одно мнение? Он говорит, этого не будет, этого не бывает. Люди разные, у всех свое мнение. То есть, и он ему с самого начала письма, он ему говорит, тебя расстраивают не то, что разные мнения. Тебя расстраивают твои ожидания, что мнение должно быть одно и то же. Он говорит, мнение не одно должно быть и то же, а у нее свое, у тебя свое, абсолютно нормально это. И дальше он ему так красиво отвечает, он говорит, а то, что она против тебя восстает, он говорит, ну ей же обидно, Бог же сказал же первой женщине Хави, что муж будет на тобой властвовать, но ей хочется немножко побунтовать, то есть она как бы чувствует, что все равно власть твоя над ней, но вот ей побунтовать хочется, и он так ему все это разложил, что как бы и проблем это нету. То есть то, что он для себя назвал проблемой, это проблемой это и не было. Это все подход Торы, накрытый стол, называется главная книга законов, она называется Шолхан Арух, накрытый стол. Это очень интересно, я только сейчас увидел вот это соответствие, потому что царь Соломон Шлом Амылок написал же Мишли, это почти 3000 лет назад. Шолхан Арух написан 500 лет назад, это главная книга законов, где накрытый стол, где все тебе разъясняется, каждый аспект жизни разъясняется в четких законах. И тогда становится понятно, что имел в виду царь Соломон, и может быть поэтому Равьозов Корона звал Шолхан Арух Шолхан Арухом, потому что Тора, она тавха-тифха, то есть она жертву свою зарезала, да, растворила вино свое, то есть вино это тебе дается мудрость, которая дает радость. И Аф, Арха Шолхана, она тебе накрыла стол, тебе все понятно, тебе не надо ничего выдумывать, тебе не надо постоянно задавать вопросы, а как? А вот так, Шолхан Арух, стол накрыт. Вот такая вот история. Все, дорогие друзья, всем спасибо, что вы учите Тору. С Божьей помощью мы, значит, нас больше и больше. И главное, учить Тору, еще раз повторю, в Торе же и написано, что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. А как запомнить, чтобы потом применять? Написано так, тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогут учить и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут учить, обучать, сохранить и сделать. Поэтому обязательно вы сделаете свои выводы. Обучите своим выводам кого-то. Напишите для себя, что вы собираетесь сделать по-другому. Если вы ведете в свою жизнь 5-минутный урок Шолхана Руха, это будет как раз идеальная вещь. Шолхана Рух или Титсур Шолхана Рух. Есть сокращенный сборник законов, полный сборник законов. Человек не должен выдумывать себе, что делать. Или нужно взять божественный план, или ты в хаосе. Все, других вариантов нет. Все, всем пока, хорошего дня, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok